Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим 5 разных блюд, которые отлично подойдут на пасхальный праздничный стол. Я обязательно готовлю что-то из этих блюд на каждый праздник. Блюда все очень вкусные и красиво смотрятся на столе. Первым приготовим шикарный рулет-закуску с мясом, сыром и грибами. Рулет получается очень вкусным и прекрасно нарезается. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. 600 грамм куриного филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Каждую половинку филе разрезаем вдоль на две части. Все мясо отбиваем молотком с двух сторон. Подготовленное филе с двух сторон солим, посыпаем приправой карри и растираем ее руками по мясу. Филе готово. Теперь приготовим грибную начинку. 300 грамм шампиньонов нарезаем произвольными небольшими кусками. Нарезанные грибы выкладываем на сухую раскаленную сковороду и жарим на большом огне до испарения жидкости. Пока жарятся грибы, одну луковицу режем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Из грибов уже вся жидкость испарилась. Добавляем теперь к ним немного подсолнечного масла. И сюда же кладем лук. Пассеруем одну-две минуты. К луку с грибами добавляем тертую морковь. Все пассеруем до мягкости морковки, периодически перемешивая. В конце все солим и перчим. Еще больше разных блюд на праздничный стол смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Начинку перемешиваем и оставляем остывать. Немного остывшую грибную начинку перекладываем в измельчитель и добавляем одно сырое яйцо. Все измельчаем до однородности. Теперь приготовим сырное тесто. 280 грамм сыра трем на мелкой терке. Разбиваем 3 яйца и немного их взбиваем венчиком. Ко взбитым яйцам добавляем 3 столовые ложки майонеза. Все перемешиваем. Яично-майонезную смесь добавляем к тертому сыру. Все перемешиваем ложкой. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто и равномерно его распределяем прямоугольником. Слой теста должен быть тонким. У меня размер прямоугольника из сырного теста получился 30 на 35 сантиметров. Обращаю внимание на то, что пергаментную бумагу нужно брать качественную, гладкую или силиконизированную. От качества бумаги зависит, насколько хорошо пергамент снимется с испеченного теста. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Готовому коржу даем немного остыть и переворачиваем его на другую сторону. Снимаем пергаментную бумагу. На корж выкладываем подготовленное куриное филе, не оставляя промежутков между мясом. Филе должно покрыть примерно 2 трети сырного коржа. По краю филе выкладываем горочкой грибную начинку. Рулет плотно сворачиваем с помощью коврика. Затем рулет оборачиваем пергаментной бумагой, на которой пеклось сырное тесто. Бумага не даст гореть рулету сверху, а получится ароматная красивая корочка. Рулет в бумаге перекладываем на противень и ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем 35 минут. Запеченному рулету даем полностью остыть. Готовый рулет нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Закусочный рулет с мясом, сыром и грибами получился очень вкусным, мягким и ароматным. Он прекрасно смотрится на столе и никто из гостей не пройдет мимо такой закуски. Также на праздничный стол запечем говядину в духовке с черносливом. Блюдо готовится просто и быстро, причем очень удобно, что мясо готовится одновременно вместе с соусом. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 150 грамм вяленого чернослива моем и заливаем кипятком. Даем ему настояться примерно 10 минут, затем сливаем воду. Два средних яблока разрезаем на четвертинки и вырезаем сердцевину. Один килограмм говяжьего мяса моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Вместо говядины также можно использовать свинину. Нужно брать нежное мясо с минимальным количеством соединительной ткани. Кусок мяса поливаем оливковым маслом и растираем его руками. Затем его солим со всех сторон, посыпаем смесью перцев и розмарином. Для этого куска мяса я использовала 2 чайные ложки соли с небольшой горкой и по пол чайной ложки смеси перцев и розмарина. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное мясо кладем в рукав для запекания. По бокам мяса выкладываем кусочки яблок и подготовленный чернослив. Рукав плотно завязываем с двух сторон. Время для запекания рассчитываем следующим образом. Первые полкилограмма мяса запекаем 30 минут, а затем каждые следующие полкилограмма по 20 минут. Еще больше праздничных блюд смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Противень с мясом ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Килограммовый кусок мяса запекаем 50 минут. Мясо уже запеклось. Аккуратно разрезаем рукав сверху. Весь чернослив, кусочки яблок и жидкость перекладываем в чашу. Все измельчаем погружным блендером в соус. Соус готов. Запеченное мясо нарезаем порционными кусками. Мясо подаем вместе с соусом. По этому рецепту мясо говядины получается очень сочным и нежным. А соус, который подается с мясом, придает ему особый изысканный вкус и аромат. Третьим блюдом приготовим эффектный и очень вкусный салат пасхальное гнездышко. Такой салат станет настоящим украшением праздничного пасхального стола. Начнем с приготовления натурального красителя для перепелиных яиц. Для голубого красителя шинкуем примерно 150 грамм краснокочанной капусты. Капусту перекладываем в сотейник и наливаем 300 грамм воды. Ставим на огонь и варим примерно 20 минут. Горячий краситель процеживаем через сито и кладем в него вареные, уже очищенные перепелиные яйца. Для красного красителя отрем на мелкой терке 150 грамм сырой свеклы. Тертую свеклу заливаем 100 граммами кипятка. Перемешиваем и даем настояться примерно 10 минут. Получившийся краситель процеживаем через сито и кладем в него перепелиные яйца. Для получения желтого красителя в стакан насыпаем 1 чайную ложку куркумы. Заливаем примерно 100 граммами кипятка и перемешиваем. Сюда же кладем перепелиные яйца. Пока красятся яйца готовим салат. 300 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. Нарезанные шампиньоны выкладываем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на большом огне до испарения всей жидкости. А затем уменьшаем огонь до среднего и жарим грибы до появления красивых золотистых бочков. В конце жареные грибы солим, перчим, перемешиваем и снимаем с огня. Подготовим все остальные ингредиенты. 1 большую отварную картофелину трем на мелкой терке. 2 отварных морковки тоже трем на мелкой терке. 200 грамм отварного мяса нарезаем небольшими кусочками. Я взяла свинину. 4 вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Для удобства 200 грамм майонеза перекладываем в кондитерский мешок. Собираем салат в большом блюде. Первым слоем кладем тертый картофель и равномерно распределяем его по блюду. Картофельный слой немного солим и наносим сеточку из майонеза. Вторым слоем кладем жареные грибы. Сверху тоже наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Начиная с этого слоя и дальше в центре салата делаем небольшое углубление для будущего гнездышка. Морковь немного солим и покрываем майонезом. Четвертым слоем кладем нарезанное мясо. Делаем сеточку из майонеза. На мясо выкладываем тертые яйца и не забываем формировать углубление в центре салата. На яичный слой тоже наносим сеточку из майонеза. И последним слоем выкладываем тертый сыр, покрывая салат сверху и по бокам. Прошло примерно 40 минут, перепелиные яйца уже окрасились. Вынимаем их на тарелку. Центр салата украшаем листьями петрушки и выкладываем на них крашеные перепелиные яйца. По бокам салат тоже украшаем крашенными яйцами и листиками петрушки. Салат пасхальное гнездышко получился необычным, красивым и очень вкусным. Готовить его совсем не сложно и он обязательно станет изюминкой вашего пасхального стола. Четвертым блюдом приготовим карпа в сметанном соусе, запеченного в духовке с картошкой. Это великолепное рыбное блюдо, которое отлично подойдет на праздничный стол. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 1 кг картофеля чистим, кладем в кастрюлю, заливаем водой, солим половину столовой ложки соли и ставим вариться. После закипания воды картошку варим 5 минут, сливаем в воду и оставляем остывать. Картофель должен оставаться недоваренным. Готовим начинку для рыбы. Небольшими кубиками нарезаем 2 луковицы. Одну большую морковь трем на крупной терке. Мелко режем небольшой пучок укропа. Сначала пассеруем нарезанный лук в небольшом количестве растительного масла. Лук приобрел золотистый цвет, добавляем к нему тертую морковь. Все пассеруем до мягкости морковки. В конце добавляем нарезанный укроп. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. Отварной картофель уже немного остыл. Нарезаем его пластинками. Займемся рыбой. Карпа моем, чистим от чешуи, внутренностей и жабр. У меня карп весом 2 кг. На рыбе делаем поперечные глубокие надрезы, не разрезая позвоночник. На расстоянии примерно 2 см друг от друга. Надрезы делаем только на мясистой части рыбы, не затрагивая ребра. Это делается для того, чтобы рыба не деформировалась при запекании и лучше пропиталась ароматными приправами. Карпа обсушиваем бумажными полотенцами. Подготовленную рыбу солим как снаружи, так и внутри. Для 2 кг карпа нужно около 1 чайной ложки соли. Фольгу, сложенную в 2 раза, кладем на противень и посередине обильно смазываем ее сливочным маслом, чтобы к ней ничего не прилипло. На середину фольги, там где смазано сливочным маслом, выкладываем кружочки картошки. На картофельную подушку кладем подготовленную тушку карпа. Фаршируем рыбу приготовленной начинкой. Делаем соус для рыбы. Берем примерно 80 г сметаны и выдавливаем в нее через пресс 1 большой зубчик чеснока. Сметанный соус солим примерно половиной чайной ложки соли и перчим. Все перемешиваем. Приготовленным соусом смазываем рыбу сверху и в надрезах. Сметанный соус сделает рыбу нежной и ароматной. Если вы предпочитаете рыбу с меньшим количеством костей, то предлагаю вам запечь скумбрию. Рецепт ее приготовления смотрите по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху на рыбу кладем одну полоску из кружочков картофеля. Это делаем для того, чтобы карп не приклеился к фольге. По бокам рыбы выкладываем оставшийся картофель. Картофель посыпаем рубленным укропом. Фольгу, которая будет сверху, тоже посередине смазываем сливочным маслом. Рыбу с картофелем накрываем фольгой. По краям фольгу аккуратно скрепляем руками друг с другом. Все ставим в духовку, нагретую до 180 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Спустя 30 минут раскрываем фольгу и запекаем еще 20-30 минут. У рыбы должна появиться аппетитная поджаренная корочка. Этот 2-х килограммовый карп запекался 1 час и 20 минут. Готовую рыбу подаем на стол горячий. Карп, запеченный в духовке с картофелем, получился очень вкусным, сочным и ароматным. Такое полезное и аппетитное блюдо отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. И пятым блюдом приготовим красивую и вкусную закуску белочка. Такая закуска будет отлично смотреться на праздничном столе и обязательно понравится всем гостям. 200 грамм сыра трем на мелкой терке. 3 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белок трем на мелкой терке к сыру. Сюда же выдавливаем зубчик чеснока. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза и хорошо перемешиваем. Масса должна получиться густой, чтобы из нее можно было катать шарики. Для украшения будем использовать оставшийся желток и 3 крабовые палочки. Трем их отдельно на мелкой терке. Из сырной яичной массы скатываем в шарики. В серединку каждого шарика кладем кусочек грецкого ореха. Орехов понадобится примерно 50 грамм. Вместо орехов также можно использовать оливки. Половину шариков обваливаем в тертом желтке. А вторую половину в крабовых палочках. Так как крабовые палочки ложатся на шарик неравномерно, их нужно после обваливания еще раз покатать в руках. Готовую закуску выкладываем горкой на тарелку, украшенную листьями салата. Закуска белочка получается красивой, вкусной и очень сытной. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравились рецепты блюд на пасхальный стол, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!